Привет, привет! С вами Лилия Донскова. И сегодня у нас будет макияж. Очень красивый, в теплых таких кофейных оттенках. Он подойдет как на дневной, так можно его усилить и сделать вечерний макияж, дополнив, например, стрелочками. Ну и прежде чем приступать к макияжу, мы, конечно же, выравниваем лицо. Для этого нам понадобится, как всегда, праймер. Я использую праймер из серии The One 33709. Нам нужна буквально одна капля праймера, для того, чтобы выровнять лицо и подготовить его к нанесению тона, чтобы тон лег идеально. Делается это очень быстро. Я начинаю всегда с носа. Кстати, забыла сказать, что уже сделан уход за лицом полностью, потому что если не ухаживать за кожей комплексно, то лицо немножечко неровное и тон ложится некрасиво. То есть он может лечь где-то гуще, где-то тоньше. Будет не очень круто. Праймер нанесли. Следующий я беру тон. Мне очень нравится серия The One Aqua Boost. Код его, сейчас скажу, надо найти. 33156. Обожаю этот тон. Он на лето идеально подходит. Такой легкий, классный, невесомый. Беру кисть, набиваю немножко тона и начинаю его растаскивать по всему лицу. Мягкий, нежный съемок. Добавляю еще капельку. Не хватило. Я обычно делаю две капли. Как говорится, добавить сюда можно. Это не проблема. Чем мне нравится кисть, она так нежно-шелковыми прикосновениями выкладывает тон, то что совершенно не растягивая кожу. Если вы заметили, тон я утаскиваю такими смахами по всему лицу, чтобы ухожу волосяную часть, мочку ушка, чтобы не было никаких четких гранит. И тон очень важно подобрать, чтобы он не отличался от цвета шеи, потому что иначе будет как маска выглядеть. Далее нужно взять маленькую капельку корректирующего средства и такую упругую кисточку. Я использую корректор из серии Giordani Gold. Вряд ли я увижу его код очень мелко, но в комментариях обязательно напишем, какой код использовали. И убираем источник тени. То есть вот эта венка синяя, она кидает тень под весь глаз, и визуально кажется, что вокруг глаза такие темные круги, да, какие-то синяки. Вот, убрали источник, нашли где у вас темнит, откуда пошло, и дальше, в принципе, глаз трогать даже не нужно. Важно, чтобы кисть была упругая, такая, пружинистая. Так, сделали. Все, лицо выровняли. А если есть необходимость, где-то там какие-то пятна пигментные, что-то корректором, прорабатывайте все лицо. Потом берем пушистую кисточку, пудру. Я обожаю рассыпчатую пудру серии Giordani. У меня самый темный оттенок. Я им очень довольна. До этого я все время брала прозрачный цвет, а в этот раз зала темный. И кисточку так постучала, набрала, постучала, чтобы пудра не ложилась с одним пятном. Аккуратненько распределяю по всему лицу. Пудра у нас фиксирует макияж и готовит кожу к нанесению румяна. Потому что если мы румяну нанесем с вами на тон, румяна лягут пятнами, и это будет очень некрасиво. Набираю румяна из серии Giordani. Смотрите, какие красавчики, прессованные румяна. Тоже постучали. И делаем легкий намек на то, что я румяна и свежа. Остаточки смахиваю везде. Вот в эту границу убираю. Следующее, что мы делаем, работаем с бровками. Беру крандаш из серии Giordani Gold. Расчесываю сначала брови, смотрю их форму. Я обычно даже коррекцию не делаю никакой особо. А далее мне нужна плоская, мы уже привыкли, плоская кисть со скошенным кончиком. Именно такой кистью мы работаем с бровками. Что-то на лице щекотится. Работаю с таким корректором. Такой он у меня уже страшненький. Надо быстрее его закончить. И начинаю прорабатывать брови. Так, возьму зеркальце, чтобы было лучше мне видно. Потому что брови это важный рисунок на лице. Это одна из самых ярких линий изогнутых. И мы эту линию с вами выделяем. То есть я начинаю с более светлого тона. И потихонечку увожу в темный. Тут с бровью можно поиграть. Сделать более изогнутый уголочек. Чтобы она заиграла закругленной. Ну то есть как вам нравится. Обязательно хвостик вывели, проверили. Все хорошо. Берем следующую бровь. И то же самое. Стараемся делать брови абсолютно одинаковые. Максимально. Подходим к идеалу. Где пустые места заполняемых цветом. Еще я провожу такую линию под бровью. Тем самым расширяю бровь. И она выглядит более такой пушистенькой. Выводим кончик. Конечно иногда можно с бровями повозиться и побольше. Так. Теперь смотрим, чтобы были одинаковые. Оу. Идеальные брови. Так. Двигаемся дальше. Теперь. Я беру основу матовые тени The One. Кот их тоже потом напишем. Я беру самый светлый оттенок. Который более в теплом тоне. Сняла немножечко лишнего теней. И прокрашиваю века. От начала роста ресниц я аккуратненько поднимаюсь вверх. И закрашиваю вот эту подвижную зону. Тем самым я готовлю век к нанесению сухих теней. Оно как бы выглаживается, выравнивается. Выравнивается. Высветляется. Глаз такой открытый становится. Главное далеко не уводить. Потому что сухие тени должны полностью закрыть рисунок, который мы с вами нарисовали. И дальше берем пушистые кисти. Где они? Не вижу ни одной. Так. Вот они. Нашла. Две пушистенькие и одну тоненькую. Что я делаю пушистой кисточкой? Если где-то излишек теней или линию слишком видно, я растушевываю быстренько, пока они не схватились. Тут же беру плоскую кисть, беру тени. Все из той же палеточки. Кстати, обратите внимание, я очень люблю эту палетку серии The One. И набираю матовый кофейный оттенок. Меня все спрашивали, с каким макияжем я была в последнем видео, когда мы делали разбор заказа. И, конечно, это был вот этот макияж. Смотрите, это классика жанра. Я рисую две линии. Одну вдоль линии ресниц. И поднимаю. То есть, как мы рисуем стрелку, то же самое сделаем здесь. Поднимаем. Далее я провожу тонкую линию. Уже на границе подвижного века. Сюда аккуратненько. И смотрю прямо, прямо, прямо горизонтально. И поправляю, где мне нужно, может быть, поднять, усилить, расширить. То есть, аккуратненько мы начинаем работать с тенями. То есть, добавляем чуть-чуть, утолщая, чтобы не было просто как будто кинули рисунок и все. Утолстили, посмотрели. Вот, набросок готов. Можно его оставить пока и идти на второй глаз, чтобы получилось абсолютно одинаково. То есть, да, самую основную мы с вами работу сделали. То же самое. Набираем тени. Излишки сняли. Аккуратненько распределяем по веку. Вообще, это делается очень быстро. Я люблю этот макияж, потому что он самый эффектный и быстрее всего делается. И можно делать как со стрелкой, так и без стрелки. То есть, на ваш вкус. Все, тени убираем. Пушистой кисточкой мы тушуем границы резкие. Где лишнего положили, снимаем. То есть, все, распределили. Берем ту же плоскую кисть, набираем кофейный оттенок и делаем то же самое, что делали на первом глазе. То есть, прорисовали стрелочку, вверх подняли. Смотрим. Всегда можно подправить, не переживайте, если что-то не так. Самое важное, найдите вот эту свою линию, чтобы при прямом взгляде было видно вот эти вот тени. Это как бы рисуется искусственной векой. Получается очень-очень красиво. Так. Аккуратненько прокрасили. Сравниваем. И добавляем. То есть, уже доводим до идеала, чтобы было одинаково. Дополняем там, где нужно дополнить. Вот, второй тоже готов. Как я его называю сюда, это черновичок. Набросок черновичок. Почему это нужно делать сразу по теням, по основным, чтобы сухие тени прилипли к еще не совсем высохнувшим теням основе. И тогда будет очень красиво. Так. Проверяем где-то еще, может быть, добавить. Чуть-чуть намеков. Пока все. Теперь берем коричневый карандаш. Я беру тоже серий The One. У него не слишком острый кончик. И аккуратненько прокрашиваем в ресничках, в нижних. И делаем соединение таким образом, с тенями. То есть заполняем вот все, чтобы вот здесь вот не было беленького, не было кожи. Аккуратно проводим вот эту линию. И дайду ближе. Карандаш такой мягкий. Так хорошо ложится. Делаем то же самое на втором глазе. Глазе, глазу. Главное, все это делаем прям в ресничках. Так. И опять же берем ту же самую плоскую кисть. Набираем те же самые сухие тени кофейные. И прям по этому контуру делаем вот такие вот тушевочные движения. Как бы мы в тени, в тени втираем в карандаш. Получится очень сразу выразительно очерченный глаз. И зафиксируется. То есть даже если жарко, даже если просто у вас плывет макияж. Если вы тенями сухими зафиксируете, ничего не поплывет. А те матовые тени, которые мы использовали как основа, они вообще как железобетонные. То есть с ними макияж, ну, очень нужно иметь жирные веки, чтобы макияж испортился. Смотрите, что у нас получилось. Какая красота. И еще беру одну чистую кисточку, тоже с тонким кончиком. И самые светлые тени из палетки набираю. И делаю такую вот линию от уголочка, как бы соединительную. И чуть-чуть вот затушевываю, чтобы такой градиентный получился переход. Не слишком жесткий. То есть от уголочка внутреннего увожу чуть-чуть и делаю градиентик. Вот так. Вот, все получилось. И беру другую пушистую кисточку. Набираю оттенок теней, самый светлый. И вот тут вот убираю эту жесткую границу. Аккуратненько, чтобы лишнего не убрать. Аккуратненько вот эту границу мы мягкими такими плавными движениями стушевываем. Если убрали лишнего, берем опять же эти тени. И чуть-чуть вот сюда опять добавляем. То есть бывает у меня я переборщила, не рассчитала. Ничего страшного. Всегда можно все подправить, все убрать. То есть макияж это такое дело, как художник рисует картина. Можно смыть, подправить. Самое главное набивать руку. То есть чем больше вы тренируетесь, практикуете разные техники. Итак, все проверяем, смотрим. Если все устраивает, все хорошо, то значит мы можем продолжать. Я сразу хочу вам объяснить такой фишек. Смотрите, мы можем этот же макияж сделать как вечерний, добавив вот в эту зону больше теней темных. То есть как бы глаз станет более выразительным, огромным и объемным. Мы можем сделать эту вот галочку совсем маленькую. Тогда это будет совсем такой мягкий, нежный дневной макияж. Сейчас я сделала что-то среднее между вечерним и дневным. То есть он более такой получился, как говорится, эффектный. Ну я вот тут чуть-чуть прям подтушевываю. Чем вы сильнее растушуете, тем макияж более будет незаметным. Чем более оставите жесткие границы, тем он будет более такой агрессивный, вечерний. То есть экспериментируйте и пробуйте то, что идет вам. Потому что у каждой из нас разный цветотип. Кому-то идет более яркое, кому-то вообще нужно чуть-чуть прям еле заметное. Но самое главное, что мы с вами закончили работу с тенями. Я беру пушистую кисточку и просто вот смахиваю на всякий случай. А вдруг где-то там насорило. Ну на самом деле тени работают очень чисто, они сразу фиксируются. И сейчас мы с вами будем красить ресницы. И я буду пользоваться новой тушью The One термостойкой. Я вчера уже с ней гуляла, смывала. Обалденная классная тушь. Смывается она так же, как и из предыдущей серии тушь. Легко кусочками, аж меточками снимается с глаз. Кисточка великолепная, такая тоненькая. Шикарно прокрашивает реснички. Особенно, когда ресницы не очень густые и длинные, да, это очень важно. И мы берем этой тушью и начинаем от основания, выкладываем реснички, поднимаем их вверх и чуть-чуть подкручиваем, чтобы реснички легли, подзавелись немножечко. Заветушки. Сразу же делаем второй глаз, пока первый отдыхает. То есть подсыхает. Может быть, вам некоторое время нужно будет приспособиться кисточке, но я могу сказать, что действительно очень удобно. Особенно у кого глаза чувствительные, это очень круто, потому что щеточка такая маленькая, и она не достает ворсинками до слизистой. То есть для чувствительных глаз это вообще просто идеальный вариант. Маленькие щеточки. Конечно, у кого ресницы очень густые и длинные, то там совсем другая щеточка будет нужна. Делаю второй слой. Акцент нужно делать... О, бутильник поднем. Акцент мы делаем на внешние ресницы, чтобы они у нас распахивали глаз и поднимали его вверх. Они уводили вниз. То есть вот такие сразу реснички пушистые становятся. То же самое второй глаз. И если вы будете красить третий раз, а я обязательно третий, то уже делаем акцент на удлину. То есть будем уже удлинять. Пока подсыхает второй слой, я прокрашиваю аккуратненько нижние реснички. Обязательно всегда нужно гармонизировать. То есть если вы много нанесли наверх, то добавьте и вниз, чтобы линии были повторяющиеся. Не было такого, что вверху много-много, а тут пусто. То есть глаз получится как будто бы какой-то неестественный, ненатуральный. В природе такого нет. То всегда мы смотрим как в природе и повторяем за природой. Потому что в природе все идеально, гармонично. Все цвета и так далее. Да, сразу же другой вид с ресничками. Особенно у кого они длинные, у вас будет вообще потрясающий макияж. И я делаю третий слой. При необходимости можно ресницы отдельной щеточкой расчесать. Вот у меня чуть-чуть они склеились. Я тут же беру щеточку чистенькую, такую чистую пустую щеточку. И прочесываю реснички. Лишнее лучше сразу снять, пока не высохло. Потому что когда высохнет, уже потом исправлять будет трудно. Расчесала, сразу другой вид. Беру второй глаз, подкрашиваю длину. Даже если ресницы короткие, все равно их можно накрасить очень аккуратно и красиво. И они будут очень здорово смотреться. Расчесали. Хочу еще напомнить вам, что все кисточки нужно почаще мыть. Потому что заводятся микробы разные, микроорганизмы, пыль осаживается. То есть хотя бы раз в неделю кисточки, которые вы используете для лица, для пудры, румян, теней, нужно их аккуратненько шампунем мыть. Или купить специальное средство в профессиональном магазине для очистки кистей. Вот, в общем-то, и все. Мы с вами все сделали. Осталось только губы рисовать. Я вам сегодня покажу новый контур из серии Giordani Gold. Такой нюдовый оттенок. 31-381. Я влюбилась в этот контур. Смотрите, какой он классный. И я сделаю такие губы. Светлые. Замечательно ложится карандаш. Супер. Заполняю полностью всю площадь губ. Не жалейте карандаш, потому что помада будет лежать просто роскошно. Порой, когда нет времени или нет под рукой помады, есть только один контур. Можно нарисовать красивый контур, затушевать, и все. Великолепно будет лежать помада целый день. И далее мы работаем с помадой. Я взяла помаду из серии Dejzevan 3 в 1. Восхитительная роза цвет. Кот потом укажет. Вот такой вот у нее красивый тон натуральный. И я чуть-чуть, еле касаюсь. Прокрашиваю губы. Все! Представляете, как все просто. Все готово. Осталось сделать прическу. И вы, принцесса, можете идти на любой праздник. Нравится? Напишите отзывы в комментариях. Жду от вас обратной связи. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!